Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах этого выпуска. Дагестанец заразился коронавирусом в Иране, но обнаружилось это уже в Азербайджане. Продукты нуждающимся. Инсан провел очередную благотворительную акцию. Он покорил Эльбрус на мотоцикле. Дагестанец установил рекорд о скоростном подъеме на гору. Смотрите в выпуске. У жителя Дагестана обнаружены признаки коронавируса. Известно, что гражданин России въехал накануне в Азербайджан из Ирана. То, что у него обнаружили признаки опасной инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник при оперативном штабе правительства Азербайджана. Сейчас он помещен в специальный изолированный блок. Заражение дагестанца коронавирусом подтвердил и тест. Сообщается, что в настоящее время состояние его здоровья стабильное. На карантине с подозрением на коронавирус в Азербайджане находится 224 человека. В связи с этим жителям республики рекомендовано воздержаться от поездок в соседний регион. А в Махачкале от 23-летнего молодого человека в брюшной полости обнаружили металлические столовые ложки. Мужчину привезли на скорой помощи в больницу с острыми болями в животе. Рентгеновский снимок показал застрявший в 12-перстной кишке предмет. Медики решили обойтись без полостной операции и вытащили столовый прибор эндоскопический через рот. В ходе процесса обнаружилась и вторая ложка. Сам пациент, не объясняя причин, рассказал, что проглотил приборы еще 4 месяца назад. Это не первый случай, когда жители республики употребляют в пищу столовые предметы. В прошлом году медики извлекли из желудка пациента чайную ложку. Молодые дагестанцы в прошлом году выиграли почти 90 миллионов рублей в грантовых конкурсах. В 2019 году дагестанская молодежь была особенно активна. В федеральной форумной кампании приняли участие более 700 человек из Дагестана. Это второе место по количеству победителей и четвертое по сумме выигранных грантовых средств. Главными площадками стали молодежный форум «Машук» и «Каспий», в котором приняло участие более тысячи человек из Дагестана, других регионов страны и ближайшего зарубежья. В настоящее время в системе АИС молодежи России, которая позволяет принимать участие в форумах и грантовых конкурсах, зарегистрировано более 10 тысяч человек от республики. На календаре месяц Раджаб – время, когда верующие стараются уделить больше времени поклонению Всевышнему и совершению благих деяний, самое важное из которых – помощь ближнему. В селении Бабаюрт прошла акция благотворительного фонда «Инсан» – продукты в каждый дом, в ходе которой особо нуждающиеся семьям были доставлены продуктовые наборы. Свидетелем этого стал наш коллега Абдулла Алиев. Ему слово. В эту пятницу представители фонда «Инсан» готовились к жума-намазу по-особенному. Загрузив газель продуктовыми наборами, они направились на пятничную молитву в село Бабаюрт. Здесь в ходе проповеди первый заместитель муфти Республики Дагестан Абдулла Аджимулаев и имам мечети Муслим Алтавов призвали прихожам принять участие в благотворительной акции «Продукты в каждый дом» и не оставаться в стороне. После намаза неравнодушные люди направились к машине, чтобы оказать помощь сотрудникам фонда «Инсан». Барак Аллах тем людям, которые помогают, чтобы это было от души, конечно. И дай Аллах объединение наших дагестанцев именно в таких моментах, чтобы они объединились и помогали бедным людям. Пусть всем вас отблагодарит Аллах за вашу помощь бедным, нуждающимся. Пусть будет радость и все жили мусульмане наши. Стоит отметить активное участие местных жителей в акции. Многие отозвались и помогли донести продукты до жилищ нуждающихся семей. Благотворительная помощь с доставкой. Поэтому акция и называется «Продукты в каждый дом». Как уверяют представители фонда «Инсан», каждая из этих коробок содержит ежемесячную норму самых необходимых продуктов. В акции приняли участие представители духовенства. Первый заместитель муфти Республики Дагестан Абдулла Аджимуллаев вместе с имамом села Баба-Юрт Муслимом Алтавовым доставили продукты в некоторые семьи муниципалитета, которые остро нуждаются в материальной помощи. Спасибо вам большое. Дай Бог здоровья вам. Дай Бог всегда вам здоровья. Большое спасибо дам вам. Эта помощь очень важна. Это большая работа, большой труд, который проводится фондом «Инсан». Конечно, это благой пример, пример всему обществу, что мы должны помогать друг другу. Ватаауна, аляльбири, ваттахва, говорится в Коране. Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности. Мы должны участвовать в этом, помогать друг другу. В ходе акции представители духовенства совместно с работниками соцзащиты в постели семью, где на протяжении 26 лет мать неустанно смотрит за дочерью, прикованной к постели. Все, что делается, позитивное, она всегда воспринимается сердцем. Когда мы сегодня побывали в семье, где ребенок 26 лет находится парализованным, и оказали маленькую толику, главное внимание, это какое-то счастье для людей. Конечно, я двумя руками поддерживаю то, что вы сделали. Далее по программе акции прошла встреча с учениками Бабыртовского интерната номер 11. Абдулла Аджимулай в своем выступлении призвал собравшихся уважать учителей и серьезно относиться к учебе. По предмуфтята в Северном титериальном округе Илья Сумалатов, в свою очередь призвал молодых людей усердствовать в достижении праведных целей. В рамках акции «Продукты в каждый дом» детям также были вручены подарки, только уже не продуктовые комплекты, а наборы со сладостями. Спасибо вам огромное за все, за то, что вы нам дали подарки. Будь вас вознаградит Аллах за то, что вы нам дали. Вы сами видите учащихся, которые здесь учатся, и имеются учащихся, которые малые, мучшие семей, сироты, полусироты имеются. Вот дети как сегодня обрадовались вашими подарками, вашим приходом. Очень огромная работа делается, фонд «Инсана» я вижу, и очень благодарны мы, что вы так рады идти наших детей. Этот день, безусловно, станет запоминающимся для жителей селения Баба-Юрт. Примечательно, что акция проводилась в пятничный день священного места Раджаб, во время которого награда за благие деяния, согласно исламскому вероучению, увеличивается многократно. Аль-Хамду лиллах, сегодня мы провели акцию. И около 300 наборов мы сегодня раздали. И в основном, то, что нас радует, вот пришли мы в интернат, и 35 именно сироты, которые здесь были, мы им раздали. И улыбка, то, что у них в их лесах, это то, что нас радует. Так как пророк Алейхи Саладус сказал, что обрадовать эту сироту, и кто будет обрадовать его, кто будет обеспечивать его, он будет вместе со мной в раю. И показал свои вот так пальцы, да. Абдулла Алиев, Магомед Алиев, телеканал ННТ, Баба-Юртовский район. Дагестан – лидер по объемам производства животноводческой продукции. Производство мяса на Северном Кавказе в прошлом году превысило 1 миллион тонн. Это больше, чем в 2018 году. Больше всего мяса дали Ставрополье и Дагестан. Наша республика также является лидером по производству молока. Виноградари республики тоже демонстрируют успехи. Территория для закладки новых виноградников увеличится почти в полторы тысячи гектаров. По динамике посадки виноградников лидерами будут Дербенский, Сулейманстальский и Кайкенский районы. Необходимость расширения территории возникла из-за повышенного спроса на продукцию. В прошлом году в республике было собрано почти 200 тысяч тонн винограда. Урожай стал рекордным за последние 30 лет. В 190-летие со дня рождения великого дагестанского классика Ирчи Казака отметили в Буйнакском районе. Почтить память поэта и возложить цветы к мемориалу собрались школьники, писатели, почитатели его творчества и местные жители. Праздник продолжился концертом с включением театральных постановок, песнями и стихами народного любимца. Все собравшиеся в своих выступлениях говорили о значимости творчества Ирчи Казака и большом вкладе в культуру кумыкского народа. Покорил Эльбрус на мотоцикле. Дагестанский FMX-райдер Гаджумурат Ахмедов установил рекорд России по скоростному подъему на гору Эльбрус. Старт нелегкого пути был дан на поляне Азао, что у подножия вершины. Финишировал Ахмедов на высшие точки канатного подъема станции Гарабаши. Общая протяженность пройденного пути составила 7 километров. По словам мотоциклиста, на подготовку у него ушло 2 месяца. В будущем Гаджумурат Ахмедов планирует совершить прыжок через движущийся поезд, разогнавшись на мотоцикле, а также прыгнуть железным конем на парашюте в Сулакский каньон. Дагестанские самбисты вышли в лидеры чемпионата России. Турнир стартовал накануне в Чебоксарах. Воспитанники республиканских спортшкол в первый же день выиграли 3 золотые медали в боевом разделе. Лучшими в своих весах стали махачкалинцы Мухтар Гамзаев, Загид Гайдаров и Гаджумурат Баширов. Всего путевки на чемпионат мира и Европы оспаривают порядка 600 самбистов из 69 регионов страны. Завершится чемпионат России 1 марта. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова